Казахстан 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 работы в вопросах обеспечения занятостью населения. По итогам оценки будет происходить дальнейшее оснащение центров занятости и сельских акиматов всем необходимым оборудованием, а также будет создан центр компетенций для обучения сотрудников. Следующее направление в втором компоненте охватывает оценку поставщиков звукообучения. Это те организации, которые занимаются краткосрочным обучением в стране. Чтобы оценить работу тех, кто оказывает услуги по краткосрочному обучению, в самом начале работы команде экспертов пришлось изучить деятельность больше 15 тысяч организаций, которые указали своим экономическим видом деятельности подготовку кадров. Все организации, которые занимаются краткосрочным обучением до 6 месяцев, курсы английского языка, курсы различные бухгалтерии, кассиров, различные курсы профессиональные. На сегодняшний день порядка по предварительным данным мы можем сказать, что таких организаций в стране, которые действительно этим занимаются, около 3 тысяч. Из их числа около 500 организаций входят в реестр Министерства труда и получают госзаказ от центров занятости на подготовку кадров. Здесь же учебные центры при предприятиях из реестра Национальной палаты предпринимателей Атамике. Остальные 2,5 тысячи это самостоятельно существующие организации. Действительно, в независимом Казахстане это делается впервые. Краткосрочное обучение у нас в стране не регулируется никакими законодательными актами. То есть это свободный вид деятельности. Любая организация при желании может этим заниматься. По словам Олжаса Куспекова, сегодня никто не гарантирует качество услуг этих организаций. И каждый из нас вполне может столкнуться с тем, что заплатив за обучающий курс, получит навыки, которые ничем ему не пригодятся. Мы находим их в интернете, посредством социальных сетей, посредством рекомендаций товарищей, друзей, знакомых и так далее. Но это не раскрывает полную полноту качества подготовки этих организаций образования. Это не факт, что это качественно. Не факт, что завтра трудоустроится. Не факт, что эти знания актуальны. Тем самым он получает обман за свои деньги. Виктории в этом смысле повезло больше. После декретного отпуска она решила восстановить и повысить знания о мебельном производстве, в котором отработала больше семи лет. Уже второй месяц обучается по курсу дизайн мебели. Рассказывает, что с первых занятий поняла. Нашла то, что искала. Я просто как бы искала, чем, что вообще после декретного как, куда податься там, работу. И поняла, что в принципе я не так уж и много знаю из прошлого, поэтому залезла в интернет, в гугл, мне в помощь. Вот в принципе все, нашла. Он как бы один из первых входил. Еще одни были курсы, но немножко там условия были похожи. Поэтому мне здесь все понравилось, и я начала ходить сюда. Виктория говорит, что самое важное для нее условие ее учебного контракта – гарантированное трудоустройство. Кроме того, из всего курса почти две трети объема здесь обещают посвятить практике. Пришла я сюда так, как хочу работать дальше в этом направлении. Сейчас много нового, много программ. Получается, практику я прохожу здесь, и мне не стоит, мне не нужно ехать там на завод, предприятие. Я могу это, сидя дома с детьми, как бы сделать дизайн, разработать полностью, и просто предоставить это заказчику. Уже через заказчика мы будем выходить на завод, там, изготовитель, получается. Я как связущее звено. Вот кто-то вот такую благодарность просто написал тоже от души. Руководитель одного из учебных центров Астаны гордится тем, что на первое место в своей работе ставит конкретный результат конкретного человека. По словам Марины Владимировны, 98% ее выпускников трудоустраиваются в первые недели после окончания курсов. Очень многие организации в городе, учебные центры обучают учеников, но не предоставляют, как правило, практики очень мало и нет работы. Мы, наоборот, работаем совершенно по другому направлению. То есть для нас, скажем так, в первую очередь для ученика это трудоустройство. Мы за 17 лет наработали очень большую базу по практике. То есть в среднем у нас на сегодня мы работаем, наверное, со 100 предприятиями в городе, которые предоставляют нам практику. По ее словам, реестр краткосрочных курсов, которые планируют создать в стране, станет лучшей рекламой для добросовестных поставщиков образовательных услуг. Сейчас очень много открывается однодневных компаний, которые сегодня ведут, завтра они исчезают. Вот если будет такой реестр, я считаю, что это будет очень здорово и для клиентов, и для нас. Потому что, ну мы вот, например, наша компания много лет, уже 17 лет, я подчеркну, мы работаем. А вот такие компании-однодневки, они, конечно, сбивают весь авторитет нашей компании. Актуализировать свои услуги, понять, в каком направлении двигаться, что и как развивать, поставщикам образовательных услуг поможет как раз та самая оценка, которую намерено провести государство. В рамках нашего проекта предусмотрено оказание консультационной помощи, а также и материальной помощи. Это выработка рекомендаций по их развитию в ближайший краткосрочный период. Материальное оснащение, у нас предусмотрены гранты для укрепления материально-технической базы. И следующий этап мотивационный – это обучение их сотрудников, повышение кадрового человеческого потенциала их сотрудников, как внутри страны, так и вне страны. Следующий мотивационный механизм – это размещение заказа со стороны проекта на обучение безработных, самозанятых лиц, а также действующих работников предприятий. В свою очередь, бонусы, которые получит государство от проведения оценки поставщиков образовательных услуг, тоже сложно переоценить. Государство хочет понять, почему есть проблемы, когда человек, участвующий в инструментах государственной программы продуктивной занятости, возвращается к ним на переобучение. То есть это говорит о том, что он после того, как получил краткосрочное профессиональное обучение, все равно остается безработным. Это говорит о том, что его навыки на сегодняшний день не востребованы на рынке труда. Чтобы сделать их востребованным, надо понять, какие образовательные услуги предоставляют эти учебные заведения, насколько качественные. Когда мы приходим на предприятие, мы делаем вот такой вот перечень, он называется, предварительная информация о данной организации. Гульнара Кусиденова один из шести экспертов проекта. Она рассказывает, что методика оценки, по которой работают сегодня в Казахстане, предоставлена Всемирным банком. По ее словам, эта схема уже отработала и принесла результаты больше, чем в 30 странах мира. Эту методику совместно с международными экспертами, работающими в нашем проекте, мы адаптировали под казахстанский контент. Для местных экспертов это тоже новая методика. И, как говорит Министерство Татарской соцзащиты, у нас должны быть в стране свои собственные такие оценщики. И вот наша команда местных экспертов, можно сказать, растет на этом проекте тоже вместе в профессиональном своем плане. Свои собственные оценщики уже появляются, именно рынка труда. В первую очередь, рассказывает Гульнара Кусиденова, оценивается материально-техническая база образовательного учреждения. Во вторую очередь проводится интервью почти по сотне вопросов. Первое – общая характеристика материально-технической базы. Второе – это финансирование. И третье – это кадровый потенциал. Четвертое – это содержание этих учебных программ. Они касаются и какое количество теоретического обучения, какое количество практического обучения есть. Плюс ко всему прочему, есть в этом опроснике наблюдение интервьера. То есть мы делаем свои собственные наблюдения и говорим о том, насколько мотивировано вообще это учебное заведение для оказания такого рода услуг. Это иногда бывает таким большим плюсом. Все данные, полученные об организации, направляются в специальную базу, которая обрабатывает информацию и составляет рейтинг или ранжирование организаций. По результатам данной оценки все учебные центры будут классифицированы по трём категориям. Первое – это утверждённые. Второе – это предварительно утверждённые. И третье – неутверждённые, потому что у данной методологии есть определённые требования. Итак, категория «утверждённые» – это организации, соответствующие всем требованиям, которые и займут верхние строчки рейтингов, а значит, могут рассчитывать на госзаказ по подготовке кадров. Предварительно утверждённые – это организации, которые получат рекомендации по дальнейшему совершенствованию своей работы. Также они могут рассчитывать на поддержку от государства по части обучения персонала, либо материально-технического оснащения. Третья категория – неутверждённые. Попросту не войдут в реестр. Однако при соблюдении определённых условий могут быть зачислены в него позже. Они получат резюме, то есть они получат саму эту оценку, и там будет указано, чего у них на данный момент недостаёт, почему они не прошли эту оценку. И впоследствии эти организации могут пройти дополнительную эту оценку. Если они подтянут кадровый потенциал, мат-базу, содержание учебных программ сделают более гибким, то, конечно же, они могут пройти дополнительную ещё какую-то оценку. А значит, и войти в этот реестр. Национальный реестр или единый перечень организаций, оказывающих услуги по краткосрочному обучению, должен быть создан и размещен на сайте yinbeg.kz до конца 2018 года. В этот же срок планируется создать механизмы для повышения актуальности подготовки кадров. Во многих случаях что происходит? Безработный обращается в центр занятости. Без профессиональной социальной диагностики мы его направляем на краткосрочные курсы, которые у нас есть. На самом деле есть такие вещи, как предрасположенность человека к той или иной профессии, в первую очередь. Второе – наличие у него навыков, определенных навыков, которые ему уже не надо учить. Вот эти две вещи должны быть главными при размещении человека на обучение. Кроме того, в работу центров занятости в обязательном порядке планируется внедрить в прохождение соискателями профессиональных тестов и социальной диагностики. В чем она заключается? Каждый из нас имеет социальные навыки. Умение работать в команде, умение находить общий язык с людьми, с руководством и так далее. В большинстве случаев безработные не имеют этих навыков. Этим навыкам их тоже необходимо обучать. Многие из взрослого безработного населения имеют низкие навыки по компьютерной грамотности, не имеют навыки по иностранным языкам. То есть эти вещи мы не учитываем. Эти социальные навыки дают хорошую возможность трудоустройства. Коммуникативные навыки, социальные навыки. В свою очередь, использование этих инструментов позволит повысить соискателям конкурентоспособность на рынке труда, удвоит их шансы на обретение постоянной работы, создание собственного дела и другими словами, предоставит больше возможностей для самореализации и повышения уровня жизни, говорят специалисты. Это была программа «В деталях» и я ее ведущая Жанна Аман. Каждую неделю мы рассматриваем интересные, актуальные темы, которые касаются каждого из нас. Смотрите наши выпуски на телеканале Хабар 24 и ищите выпуски программы на сайте телеканала. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова